К нашему эфиру присоединяется Ольга Курносова, политический аналитик, главный редактор портала «Автор Эмпайр». Ольга Владимировна, здравствуйте, очень рада вас видеть. Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобрать этот клубок событий. Итак, уголовное дело, как заявил Дмитрий Песков, в отношении главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, будет прекращено. Пригожин уходит в Беларусь. То есть, вагнеровцы преследоваться не будут, как говорят в Кремле, те, которые приняли участие в этом неудавшемся мятеже, учитывая их фронтовые заслуги, так это называют Российской Федерации, они, конечно же, должны подписать контракты с Минобороны, как бы все понятно. Но вот с утра появилась информация от издания «Коммерсанта» относительно того, что Евгений Пригожин на самом-то деле остается еще под следствием по делу о мятеже. Как стало известно, «Коммерсанту» на утро 26 июня уголовное дело об организации вооруженного мятежа, главным фигурантом которого является основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин, не прекращено и продолжает расследоваться следственным управлением ФСБ России. Ольга Владимировна, длинное такое вступление. Помогите, пожалуйста, разобраться, кто с кем договорился, кто с кем не договорился и кто против кого сейчас дружит в Российской Федерации после этого мятежа. Ну, во-первых, Песков. Мы же знаем, что он врет, как дышит. Конечно. Поэтому говорить, что да, прекращено, ничего не будет, это не значит, что прекращено и ничего не будет. Другой вопрос, который меня действительно занимает, но неужели Пригожин не понимал, что если он остановится, что бы ему там кто не обещал. Я тоже практически уверена, что переговоры с ним весь этот день мятежный вел Дюмин, губернатор Тульской области. По крайней мере, мои источники это тоже подтверждают. И что бы он ему не обещал, приговор ему вынесен. И приговор не написан на бумаге и не вынесен судом. Пригожин просто не доживет даже до следствия, не то что до суда. Да. Вопрос, сумеют ли его быстро найти и убить. Именно поэтому я, например, считаю, что ни в какой он не в Беларуси. Если он где-то и будет скрываться, то либо где-то на территории России, потому что страна большая, либо в Африке. И, на мой взгляд, никак иначе. Потому что он должен хорошо знать ту территорию, где он будет скрываться. И чтобы там у него действительно была какая-то комплементарная ему среда, чтобы ему там давали информацию и так далее и тому подобное. Но в такой обстановке и с такими ограничениями он уже вообще ничего не сделает. Поэтому, конечно, большой вопрос, на что он рассчитывал, когда начинал, соответственно, свой мятеж. А вот тут уже есть разные точки зрения. Ну, опять-таки, тоже уже всем известно, что где-то через три дня должны были полностью отключить государственное финансирование ЧВКшников. И он понимал, что на свои деньги он всех не прокормит, учитывая техническое обеспечение и т.д. и т.п. и т.д. Поэтому, видимо, он считал, что он сможет, начав мятеж, быстро связаться с Путиным, показать какие-то, так сказать, что ничего из себя не представляют Шойгу и его комарилья, и, так сказать, порешать свои вопросы напрямую. Но Шойгу добежал до Путина быстрее, и все произошло так, как произошло. Поэтому сейчас, конечно же, у Пригожина нет никаких шансов. Надо сказать, что мы с вами давно обсуждали судьбу Пригожина. Я все время говорила, что приговор ему уже вынесен. Вопрос, когда он будет осуществлен. Поэтому сейчас время его жизни стремительно сократилось. Как вы считаете, возможно ли такой вариант развития событий, что Пригожин опять окажется на временно оккупированных территориях и опять будет пытаться воссоздать свой образ воина, героя, и вот мы все же воюем, посмотрите, все не так, как это вам показалось? Думаю, что нет, потому что там его убить еще проще. Собственно, там никакой сложности его убить нет. Поэтому, если он не самоубийца, вот сейчас действительно был хороший сюжет, и по большому счету он подставил не только себя, но он подставил всех тех, кто его поддержал, это правда. И с ними, конечно, будут разбираться. Может быть, не с помощью уголовных дел, каким-то иным способом. Но как раз мы видим, что против вооруженной силы хорошо обученных людей ПСБ и полиция не может противопоставить ничего от слова совсем. Именно поэтому Пригожин шел по России как нож сквозь масло. Это правда. Но когда все будут рассредоточены, когда каждого возьмут на карандаш и по каждому будут работать отдельно, а вот тут-то все росгвардейцы, центры и прочие ФСБ пригодятся, и, конечно, со всеми по отдельности они разберутся. Это несложно. Это лишь вопрос времени. Поэтому, безусловно, ну, может быть, остальным он подписал не смертный приговор, а новый приговор в колонию, да? Ну, а себе-то, безусловно, смертный. Ольга Владимировна, вот какая интересная ирония судьбы, можно сказать. Вы сегодня упомянули уже фамилию Алексея Дюмина. Это человек, которого сейчас сватают на должность Сергея Шойгу. Это новый министр обороны, как поговаривают. И он, по вашей информации, насколько я понял, во время этого дня мятежа непосредственно с Пригожиным и общался. Вопрос в чем? Вот не кажется ли вам, что, хотя этого, не хотя, нам специально или не специально, но ведь, по сути, Пригожин свое получит. То есть, если Шойгу потеряет свой трон, назначит Дюмина, то, по сути, этот конфликт между Минобороны и ЧВК Вагнер выиграл Пригожин. Или победа такой ценой ему уже точно не нужна? Может быть, он и выиграет, но он об этом не узнает, что называется. Он-то играл не просто, чтобы поменяли, а чтобы отношение к Вагнерам оставалось таким, как оно было в лучшие времена. То есть, зеленый свет по вооружению, полное финансирование и так далее. Надо понимать, что действительно, реально, это самые мотивированные подразделения, которые больше всего могли сделать на фронте. Но, конечно, при соответствующих материально-техническом обеспечении. И он к этому стремился. Если он все потеряет в плане ЧВК Вагнер и потеряет свою жизнь, какая разница, кто возглавляет Министерство обороны? Ольга, вот еще такой момент. В первые часы этого мятежа Пригожинского появлялись сообщения о том, что КМЛ подумывает о военном положении, а это обозначает иммобилизация. Потом были сообщения о том, что пригожинцы призывают людей выходить на улицы. Очень интересная игра. Ведь те, кто не поддерживает Путина и хотел бы выйти на улицы, они не выйдут вместе с пригожинцами. Это люди разных взглядов, наверное, как я понимаю, разных категорий. И интеллигенция не станет в один ряд с бывшими зэками, которые приехали из Украины, убивая людей. Как вы считаете, почему Кремль не дожал эту карту? Может быть, сохранил ее? Или с чего мы не поняли в этой ситуации? Ну а как он мог ее дожимать? Собственно, каждый последующий час мятежа он грозил уже столкновениями на границе с Москвой. Извините, они два моста взорвали. Они взорвали два моста. Они реально не понимали, как остановить Пригожина. Поэтому, если бы еще происходило в городах то же, что происходило в Ростове, фактическая поддержка местного населения, ну и все. По большому счету, конечно же, можно было на Москву и не ходить. Вот в штабе находится штаб, руководство войной. И по большому счету можно было взять руководство штаба на себя и разговаривать уже с Путиным с учетом того, что руководство штаба ты взял на себя. Почему Пригожин не сыграл в эту сторону, тоже вопрос, может быть, как-то недооценил. В любом случае, он точно недооценил риски. И самое главное, знаете, как это давно происходит в России, он испугался сыграть до конца в Абанк. Как пишет Ростович, за 15 минут, как сесть в президентское кресло, он сдал назад. Ну, не уверена, что за 15 минут, потому что все-таки по тому, что все говорят, где-то у него тысяч пять было в этой колонии, которая шла на Москву. Не уверена, что в Москву можно взять пятью тысяч даже в Абнеров. Все-таки это были бы достаточно серьезные столкновения. Это было не то, что в предыдущие все проходы. Но что самое главное? Во-первых, Пригожин показал, что ставка на вооруженную силу – это правильная ставка. Я хочу напомнить, сколько чиморили, простите, за такой вульгаризм Илью Пономарева, за то, что он сделал ставку давно, сделал ставку на вооруженную силу. Как только его не называли предателем, ФСБшником, провокатором, прямо, я не знаю, только дьяволом в плотище не называли. Сегодня все пишут. Ай-яй-яй, как правильно Ходорковский начинает говорить, что надо формировать собственные вооруженные формирования. Он был готов поддержать и уже практически поддержал Пригожина во время мятежа. Но это тоже результат, собственно, этих событий. Ольга Владимировна, а вот сегодня вы сказали интересную фразу, если я не прав, поправьте меня, что вы сомневаетесь, что Пригожин находится в Беларуси, ну, отталкиваясь от слов вечного вруна Пескова. А как вы, по вашему мнению, вообще роль Лукашенко, не кажется ли вам она в этом процессе урегулирования конфликта, скажем так, слишком преувеличена? Или вы думаете, что на самом деле Григорьевич в очередной раз стал неким таким медиатором между двумя террористическими группами, ну и сам при этом являясь, конечно, военным преступником? Я думаю, что это ширма, да? Не знали в Кремле, как из этой ситуации выйти. Уже когда начали договариваться, когда уже Пригожин обещал начать обход, им нужно было как-то все это дело закамуфлировать. И в условиях дефицита времени они, на мой взгляд, приняли ошибочное решение заменить Дюмин. Ну, понятно, почему, да? То есть если бы вдруг оказалось, действительно, они могли подсвечивать Дюмина как переговорщика, оказалось бы, что, извините меня, Путин обосрался, а вот Дюмин такой молодец, он как бы договорился с Пригожиным. И это бы резко повысило ставки Дюмина. Для внутренней политики российской, в первую очередь. И, в общем-то, по большому счету, нужно было его не на Министерство обороны ставить, а уже как бы Путин, он, я устал, я ухожу, вот вам Дюмин, хороший человек, давайте, так сказать, за него мы, сейчас я его назначу премьер-министром, и давайте все за него голосовать, куда нам без него. Вот это нужно было бы делать, если бы пришлось эту роль Дюмина действительно опубличить. Соответственно, им тогда показалось, что подставить в виде ширмы Лукашенко хорошая идея. Нет, это тоже плохая идея, потому что это тоже показывает слабость Путина и силу Григорьевича, который теперь уже вряд ли будет, так сказать, обязан выслушивать все эти слова Путина. Ну-ка, давай свою армию вводи в действие. Что ты без меня? Ты без меня бы уже не в Москве сидел, а где-нибудь в республике Алтай в своем бункере. И оттуда бы не высовывался, если бы, так сказать, а может, тебя бы там заварили, так бы там и сидел до кончения дней. Так что тоже плохая для Кремля история. Ну, и это понятно, в условиях мятежа любой выход для них был практически в ход плохой. Понятно. Спасибо большое, Ольга, за этот разговор, за вашу аналитическую оценку. Мы, конечно же, будем внимательно следить за этой ситуацией, потому что, судя по всему, Пригожин только начал какую-то свою игру. А вот что будет с ним дальше, действительно, это варианты развития событий, за которыми нужно наблюдать. Ольга Курносова, политический аналитик, главный редактор портала «Автор Эмпайр» была с нами в прямом эфире телеканала «Фридом». Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале «Фридом». «Фридом» — только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова